всем привет с вами сергей проект по и на днях я прослушал довольно необычную вещь называется она злодей автор ричард лайман я его в аудио формате прослушал озвучка олега булдакова озвучка прекрасная слов нет но вот сам сюжет сам сюжет и сама книга это роман оказался на меня довольно странное впечатление дело в том что роман этот написан девяносто седьмом году и он долго не мог его в ричард лайман там публиковать он его пытался и в одно издательство потом переделал его в итоге наш там в 2013 году только вышла как раз в сборнике то есть он смог его издать вместе с сборником рассказов и на самом деле чувствуется что роман какой-то незавершенно что ли у него нет какого-то посылом да у наполнен драйвом каким-то он наполнен движухой все такое захватывающее вроде как но опять же нет глобальной что людей герои слишком картон и какие-то герои чего все начинается итак парочка сидит в кинотеатре и внезапно девушка такая кого-то замечает и говорит своему парню пошли надо отсюда валить тут кстати будут маты и тут будет и физиологически всякие описание там сперма члены кровь кишки и все такое вот бы присутствовать и она говорит надо отсюда валить потому что я заметила человека который когда-то много лет назад и и изнасиловал и вот теперь по ходу он пришел еще раз еще вид назад завершить дело видно выпустился или сбежал и хочет дело завершить вот этот маньяк деле он как раз таки самый такой неприятный но с другой стороны он как раз таки более-менее здесь запоминающийся он душном такой гадки он такой ну поехавшая крыша полностью он будет тут убивать людей свидетелей все что угодно он будет желать дорваться до этой девчонки парнишка у этой девчонки горит и так я должен с ним разобраться что такое типа и он пытается противостоять этому маньяку до выйти его там побить и все так проще а это пытается не надо не делай ему больно я такой сижу и думаю блин ну злодей может это означает что тут все уроды то есть все угла все действующие лица все какие-то с отклонениями какие-то странности она начинает орать на этого парня зачем ты избиваешь этого маньяка ты сам жестокость и ловил от этого кайф маньяк нифига не окочурился он потом пришел и похитил ее и потом и парня этого убил начал убивать свидетели отбирать там хотеть постоянно секса и стой и стой и короче дурдом еще там будет одна линия там другая линия будет связано с девочкой которая увидела как парень изменил и она решила все бросить там убежать сильно психологическая травма и и подбирать дальнобойщик но я думаю ну походу сейчас дальнобойщик тоже будет из из этих извращенцев каких-то но оказался тут вроде как дальнобой нормальный вот который как раз таки хотя опять же что я начинаю спойлер уже в чем тут его нормальность вроде он такой и сразу не изнасиловал сразу не изнасиловал он с ней там пообщался и поговорил и антон чуть ли даже психологизм будут когда он говорит позвони своему парню уже после того как они там почти перестал короче ладно я не буду пересказать сюжет потому что отзыв такой понятие и отзыв мне такой субордый потому что произведение такое она каким-то урывками ты сидишь только пытаешься такая к чему он вел там кто здесь хороший кто плохой вот как ни странно только вот этот вилли вот этот вот маньяк со своим желанием вот эту хотя опять же вы желание непонятно что он хочет закрыться это дело забрать эту девушку завести в тайное место на озере куда-то туда еще какие-то линии почти вот эта старая линия почти пересекутся но они пересекутся но это уже будет конкретно вспомнилось скажу как в общем насилие в общем бессмыслица поступков да опять же какая-то я сначала думал может это нереально какой-то мир он пытался описать типа знаете выдуманный мир в котором там все уроды ничего там не замечаются там не видеть убийства не никаких ментов тут вообще нету никак ничего тут плашны он будет убивать грабить там говорю вот насилие сплошного вот описание этих сексуальных сцен будет нон-стопом и и ты только читаешь поток такой вот идет каких-то таких вот знаете жестких каких-то сцен грубости мата вот это маньяки какие-то тупая баба которая вот она так он чтобы не убил я вот сделаю ему приятное чтобы маньяку начинать делать приятно чтобы он проехал мимо там не подвез какую-то девочку на чем же и убьет типа так она пыталась спасти отвлечь на себя когда драки там какие-то то и стеклом они режут друг друга там втыкают другого там и нож и все остальное и при этом выживают и дальше действует и потом еще скомканная какая-то концовка как будто он пытался в разные года писал и знаете прошло там не знаю там 10 лет прошло такого надо дописать роман и даже не перечитал или начало прочитал а вот я помню и внезапно концовка выбивается вообще сопный с общей ритмики и такой читаешь и что это в итоге я прочитал по мне так один из самых слабых романов уличного лаймана будем я про него рассказывал про его творчество про его романы которые выходили в серии мастера ужасов и там да тоже хватало но и сцен каких-то но там вообще есть какая-то история что ли там как-то все понятно все логично как так потихонечку так все продвигалась его стиле но тоже все-таки ужасы которые такие там с расчлененкой шокирующие какие-то вспомните дождливой ночи да там где дождь прошел все звери здесь превращались звериные как вы нажали труду губил убивать калечить так далее логику тут лучше всегда отключать и просто смотришь какой дурдом что можно во что это может вылиться какие-то такой вот взгляд на на воду на дикость на на и на кого сюда и надеяться что в реале такого нет или в реале такой ты не встретишь да вот так читаешь это описание я понимаю почему некоторые люди когда прочитав это их думать брожек это какой-то больной автор писал как такое можно сочинять или кто такое может читать вот как раз это пример техник которые шокируют как но шокируют не какими-то поднятыми вопросами а шокируют просто описанием каких-то жестких сцен жестких сэн что имеют то расчлененка там насилие убийство там сексуально какие-то извращения еще какие такие вот вещи которые в обыденной жизни ты живешь спокойно жены хочешь этого не видеть не слышать и надеюсь она большинство именует но вот в литературе вот эти ты прочитаешь что такое это как-то взбодрит что ли ты такой прочитаешь такой это какой-то интерес вызвало но не здоровый интерес у такого только такую литературу будет считать но это знаете такое ты почитаешь такую гадость потом вы переключаешься резко начинаешь читать что-то хорошее что-то там можешь прочитать про любовь именно наоборот трагическое какое-то какое-то произведение более высокого жанра а это все-таки относишь к такому к развлекательному чтиву который вызывает какие-то необычные непонятные тебе эмоции но также быстро и забывает а конкретно этот роман злодеи не зря он все-таки дебютные вы видите торгали в начале все-таки в нем вообще не хватает вот это связанности какой-то и продуманности самих персонажей тут не сопереживаешь никому тут все какие-то больные я не знаю моральные какие-то извращенные люди поэтому сопереживание интересно каково я только хотел узнать чем все закончится из-за того что ну я думал сведутся ли этой линии там две истории про ту девочку с дальнобойщиком и про эту с маньяком сведется ли это все в единое целое какая будет концовка может маньяк постоянно выживает нижели с ним не разберутся до конца и не на полиции или жертвы ли кто-то с ним должен же разобраться ну вот я до этого хотел узнать чем все закончится узнал вот рекомендовать ли кому-то эту книгу но если вы из моего сумбурного отзыва что-нибудь поняли что-то из этого вам зацепило или хотите вот это испытать то тогда да тогда рекомендую а всем остальным стоит проходить мимо и даже у этого автора не стоит с этим произведением знакомиться лучше почитать более крутые его вещи более продуманные что ли более отшлифованные где гораздо все покруче этот роман к сожалению меня разочаровал читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока